Во имя Отца и Сына и Святого Духа Мы проводим запись серии бесед Они у нас называются одинаково Во свете Библии Открытым оком Это православный канал Теперь открытый у нас здесь Вот Иногда говорят, ну смотрите вот Вас так мало А то упрекают, мало Ну и мало, и что? Ну так а если с вами Бог А почему мало? Ну так от нас это зависит, Бог и мало Я знаю только одно Что когда Бог сотворил человека Он был в раю один И это не было мало Почему? А Бог осмотрел и сказал Все хорошо и весьма хорошо Весьма хорошо А уже потом видят, что Может быть такого близкого контакта Разговора то не получалось Никто не разговаривал Может быть Адаму хотелось поделиться Как Златоуст говорит, что он обладал пророческим даром Ибо назвал всех зверей Как зовут И Бог дал ему такую подругу И он все-таки маленько Что-то у него разум какой-то был Когда он лежал Сразу встал и говорит Это кость от костей Плоть от плоти Вот такое должна делаться жена А сегодня если посмотреть Как сколько раз женятся Так мужики безреберные Совершенно Без хребетники они и безреберные Женятся, женятся Думают лучше найти Она тоже Лучше это в себе надо искать Со Христом Все с тобой будет как надо И вот относительно того Что мало-много Я и хотел сегодня Немножко это поговорить Так слово мало и много Как понимать Я разговаривал с людьми Под словом много Что понимаете? Ну вот ты видишь Там вот харизматы Собираются Какие залы там бывают Ну 10 тысяч Ну давай умножим Чтобы было Красивее 100 тысяч Да нет Таких нету Ну давай еще раз увеличим Один миллион Много это или не много? Ну конечно много Но ты возьми один наперсток Наперсток на руку надевают И скажи Сколько там молекул? Так ты понимаешь Что тебе сосчитать никогда нет Ну и все Комары Которые в городе летают Или у нас в Потерявке Комары И больше чем население На земном шаре Бывают тучи целые летают Вот тебе много и мало А Господь не смотрит на множество Лучше говорит Один исполняющий заповеди Божии Чем 10 тысяч нарушающих И Павел говорит Лучше 5 слов На родном языке Чем 10 тысяч Тьма не на понятном языке Тьма это 10 тысяч Тьма И вот я из священного писания Хотел показать Вот 2 Петра 2.2 И многие Последуют их разврату И через них Путь истины будет поношение Что непонятно А их там много То есть намного больше Которые держатся истины Мы в жизни умеем Руду дорогую Отличать от породы пустой Хорошее песнопение было Сколько железа Как у Ездоров в третьей книге говорится А того-то больше А сколько Золота А больше серебра А больше Даша говорит Меди А еще больше железа Даша свинца Перечисляет Поэтому гоняемся Это мы не за железом А за золотом И руды много И золота мало А поносить истину Для этого ничего не надо Вот на мои ролики Так, видеоролики Ну, заходят И начинают спорить Я не знаю, что Почему они делаются Предметом спора-то И забывают о том Что там есть Если бы обращались К содержанию Этого видеоролика То быстро бы Как-то потеряли интерес Друг другу-то Спорят Спорят Унижают Оскорбляют Вот это Все мощи Нужно похоронить с честью У меня ролик вышел Скажи ты Как кинулись на это А вы Вы трупы Да идите Лежите И доешьте Ну, при чем тут Лежите И ешьте Я показываю о том Что святые О которых Мало знают В православии Они запрещали Что-либо брать От своего тела Я это только хотел сказать Там Все сказано Но любую Какую бы тему Не взяли Вот спорят У меня почти На многих роликах Но спорят Забыв о том Что там есть И даже фотографию Вот сейчас Меня просят Показать Какое у нас Утреннее правило Правило Это значит моление Какое у нас И вечером Когда мы ложимся Какие молитвы Вы читаете Это единственный Вопрос Который я так и не отвечаю В письменном виде Ответил на своем форме А дальше боюсь Я говорю Я боюсь Просто боюсь Какая буря начинается Есть книга такая Закон Божий Слободского Там показано Как слагать персты Вот так Я показываю Вначале молились Вот как Это златоустого Время было Потом молились Когда был Арий Вот молились так Вот она На Первом Вселенном Не надо Не надо Лукавить А потом Когда уже Стало Монофилит Монофизиты Тогда появилась Он не ролик Люди чучело огородное с кем воюет а я возьми да показал как поднимать руки нужно как руки поднимать я показал не молюсь они еще больше прямо сбесились это все на мои в mail.ru я говорю молились пер христиане распростирая руки крестообразно и это еще не все далее показал как нужно правильно кланяться земной а то поясной поклон совершить и поклониться так чтобы рука могла пол достать у меня после операции еще две там грыжи но я все-таки додавил себя а земной так перекреститься так же самое и поклониться но мне трудно я поклонюсь все таки колени земли коснулись руки вот 10 заповедей на пол и лгом до них это земной поклон и таких поклонов ты можешь сделать тысячи тем более канон андрея критского почти 1000 поклонов делаю устарабрятся я показал а еще я говорю первые христиане молились вот так вот он в подобающем месте они вот так вот ложились и вот так распростирали крестообразно руки уподобляясь христу но здесь просто шквал пошел я говорю заранее там написано я не молюсь они не против что так главное молиться нельзя на показ и поэтому утренние и вечерние молитвы я не знаю как я напишу какие молитвы мы читаем считаем сталтырь на русском языке какие поклоны но делать не буду покажу просто людей и молиться не будем не умирайте а я знаю кто это боится сатана боится то чего бы он нападал на молитву то христос не нападает христос видел но как же мы молимся открыто на стадионах обращаются люди обращаются к богу я каюсь и у сектантов у всех открыто молятся и молитвы инстабраниях и фотографируют и на видео зажмолит глаза руку полагают как патриарх стоит молится но это не нападает это я показываю не молюсь еще раз говорю значит моя молитва что-то значит если вы так огня и боитесь я вот еще что понимаю если вы моя молитва было просто бахание рукой ничего в это не значило когда я сидел в лагере жанатасе обо мне было особое указание приехал гражданский мужчина бригадир сказал это приезжал майор из кгб из города джамбула специально из-за вас у вас какая-то пометка такая страшная стоит какая что вас не под каким видом нельзя не бить ничего нету ну по станции мгб я шел я благодарю бога люди злятся кгб а я их благодарю они мне сделали какой-то знак и поэтому когда других убивали прямо убивали проламывали голову меня всегда в сторону отводили и со мной по-другому они разговаривали мне писем когда вызовут все обдают письма ко мне вызовут политотдела и вот так горкой лежат письма там япония оон там за меня кто ходатайствовали мне срок не избавляли но отдельно я там у них кабинете считал мне отдельно не давали а потом в сейф клали когда будешь освобождаться тогда дадим нельзя тебе давать то есть там была какая-то инструкция нельзя меня бить было там был рор режимно-оперативный работник кажется майор дулутбаев зверь и палач другого ему не было имени и когда вызвали меня там беседовать он тоже зашел политотдел ну вот все не делают то за что сидят а ты продолжаешь делать тоже я про что делать меня посадили за то что я распространил на читала магнитопонах архипелаг гулаг жития святых яна златоуста а здесь магнитопона нет ну ты же молишься у меня за это не садили у меня в обвинении этого нет и когда я в зале было так перекрестился судили то другие взяли тоже перекрестились я сказал не устраивайте моления но это касается только лапкина он может молиться подошли меня уберется судить будет никого я тогда перекрестился перед дулутбаев это у меня вот так по руке ударил но ударил вскоре мне не больно было же и вдруг этот сразу гляжу капитан прям в лице изменился и что-то показав кему загоркотал тут сразу он не знал дескать я обязан доложить видимо он сказал обязан доложить я я пожалуюсь я это все уже знал он сразу так вы по церковнославянски можете считать я тоже могу считать но я вижу что уже непривычно у него обрубок хвоста виляет где-то вот такое дело молитва что-то значит я перекрестился этот палач дрогнул буквально не выдержал и надо бы ударить когда я в перебыл молился я первым делом спрашивал где мне может стать там около двери вот такое место никому не мешаю утром сказали вчера ночью за вами 7 человек становились на колени можем и тоже будем молиться я не призывал никогда молиться эта молитва что-то значит интересно которые молились почти которых я слышал им грозило там до пяти шести лет а ему словно три года давали и там такую молву пустили чуть ли они тюрьму открыл всех выпускаю но они любят байки эти я говорю о молитве мы этот ролик все-таки я на молитве стал просить господи человек то просит меня этот сергей хороший человек а он горит меня все просят ну пусть он покажет ну как молится то почему их бог то слышит то ко мне обращается помолиться за них ну и австралии германия до португалии откуда нет откуда я знаю бог слышите но я молюсь и говорю довольна твоя будет я больше ничего не говорю но однако на чем я не молился в жизни все бог исполняет так вот я возвращаюсь к первому многие последуют их разврату то есть их будет очень много и они будут радоваться этому лука 13 23 24 никто сказал ему господи неужели мало спасающихся он же сказал им подвязайтесь войти сквозь тесные врата ибо рассказываю вам многие поищут войти и невозмогут вот многие будут искать мало спасающихся а многие будут искать вот это секты все что откололось от церкви они это не понимают это вы православная церковь это вы секта то другое секта там где нет священства рукоположенного по хиротонии от апостольских времен и когда бы меня не спрашивали сектанты которые вот я знаю они прекрасные люди они хорошие но они не церковь вот баптисты это знают и пишут в интернете он говорит лапкин большим авторитетом пользуется у протестантов в америке я когда там был слушаю фильмы там про него поставлено смотрят но он говорит их в пух и прах громит они по прежнему любят его они то есть сердцами своими добрые они понимают я желаю им благо благо и пусть они без икон будут ни мощей им не надо пусть примут только священство и священство не какое-то из своих задумайте всех кому я обращаюсь и вне церкви нет спасения сектантам баптистам неизвестно какие бы они не были да пусть они и субботу празднуют адвентисты седьмого дня священство чтоб было а если душу не верит ну это ересь конечно но пусть они воскресенье не поносят я говорил мне задают вопрос а если вот избрали вас патриархом что бы сделали первое в один день запретил бы храмы строить все до единого все деньги средства бросить на издание новых заветов и заполнить страну и тысячу училищ тысячу я бы открыл в один день я патриарх же а то где же преподаватели где у меня знакомых много баптистов баптистов они искренне верующие чтобы они подписали бумагу что нигде православную догматику трогать не будут против икон там учить против мощей но остальное у нас одинаково верят в троицу празднуют воскресенье признают душу вечным учением это самые лучшие преподаватели у православных там единицы таких а там подряд бери которые берут я знаю где выход поэтому нам нужно создать православие сегодня комиссию просто необходимо патриарху сказать чтобы он пригласил все разные секты какие есть ну конечно не харизматов которые валяются сумасшедшие с ними там не бесноватые бесноватые которые нормально как баптисты отделенные особенно и самое хорошее у всех взять поучиться самое хорошее даже свидетели иеговы но они нормально они не валяются пену не пускают как харизматы кроме харизматов и мусульман и буддистов и самое хорошее у них взять и этим их самое хорошее им дать дальше 1 коринфянам 9.24.27 не знаете ли что бегущие на листалище бегут все но один получает награду так бегите чтобы получить все подвижники все воздерживаются от всего вы думаете даром этот федор там емельяненко получает награды сколько у него на трут или это тайсона у майкла сколько время уходит как он эту грушу то молотит посмотришь здесь грешный человек смотрел те для получения венса тленного а мы не тленного и потому я бегу не так как на неверное и бьюсь не так чтоб только бить воздух но усмиряю порабощаю тело мое дабы проповедую другим самому не остаться недостойным я когда говорю а что вы себя показываете а что павел яхарит так знаете я последняя буква да она не последняя первая по-славянски она аз называется азбуки аз она первая и вот это коллективизм и не надо мычать нужно брать ответственность на себя да бегут все получают один награду а что это означает это означает я должен смирить себя мало ешь мало пей здраво будешь и таблетки то не глотайте меня еще просят про здоровье рассказать можно сегодня даже успею рассказать почему я таблетки никакие не ем и ничего второе петра 1 10 по всему братья более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание так поступая никогда не приткнетесь то есть все время надо трудиться трудиться и трудиться не спать а то сидят вижу в собраниях развалились я все время вспоминаю как приезжал тут один молчанов николай нестерович из баптистов и он рассказывает в алма-те было вышел это у нас где там один брат и говорит тихо наши сестры братья все задремали уже уснули как невесты с погасшими светильниками они ночь молились потом говорит а постоял малейка что нажрали жирно пришли спать сюда как все вздрогнули сразу то есть как вот это восхождение звезды там где про гитлера говорят а безразличие апатия наступило в стране вот это с русским народом все нипочем разваливается страна никому ничего до дела до этого нету беспечность безразличия оно погубило миллиарды людей не миллионы языки или 33-31 и они приходят к тебе то есть много приходят как на народное сходбище и садятся и садится значит кто ты и садится перед лицом твоим народ мой и слушают слова твои но они исполняют их ибо они в устах своих делают из этого забаву сердце же увлекается за корыстью их все деньги 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 продажи это в церкви везде такое есть это целый народ приходит и что они мои слова в устах их то есть они пересказывают о чем болтать слушать его сам живет нищете ничего нет увидели у меня тут как-то непорядок да вы на порядок дома наведите у меня порядок у меня каждая бумажка на своем месте это кажущиеся вы не забывайте если я вот что же создал это было 12,8 квадратных метров 12,8 это другая комната была вместе с по стенам с кухни у меня и мастерская и собрание людей здесь идет и ночует до 11 человек на полу никто не лежит 12 квадратов ну маленько к себе прикиньте ни воды ничего конечно там нету около вокзала живу кто бы ни ехал ко мне все заедут почему через кого я обратился такой тот был Михаил Анна Еремеева я попросил у Бога в первый день когда обратился Господи дай мне вот такую жизнь Бог дал мне как копирка отпечатал но тот был в блокадном Ленинграде зенитчиком то но я в войну то не попал 39-го года мне дал тюрьму пройти войти в этот же режим самый все как один к одному евреям 4.11 итак постараемся войти в покой оной чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность а какой 600 тысяч 600 тысяч это те которые воинами были за 20 лет дальше шло за 20 лет до 50 а вошло 2 человека в смысле 2 посчитайте процент какой 0.0 процента вот православная церковь тут исследование было на 300 человек которым церковь за деньги голову мочили только один что-то знает и ходит 1.0.3 процента Исайя 1.15 и когда вы простираете руки ваши я закрываю от вас очи мои и когда вы умножаете моления ваши я не слышу руки ваши полны крови вот она где причина а как кровь ненавидящий брата и человека убийца ненавидящий а сколько это ненависть все что было святыми отцами собора все спихнули сектанты как будто никогда не было с них это началось и друг друга хвалят и утешаются господь сказал во все дни буду до скончания века вы не смотрите на то что вы сейчас видите вы посмотрите вот я показывал и рассказывал сегодня Игнатий Богоносец которого львы растерзали первый век это мальчик которого Христос брал на руки и говорит таковых я царство небесное подражайте ему это православный епископ православие которое вы видите это только название одно они уже сегодня сами понимают Исайя 58-24 они каждый день ищут меня и хотят знать пути моих как бы народ поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего они вопрошают меня о судах правды желают приближения к Богу мы постимся почему же мы постимся и ты не видишь смиряем души наши свои а ты не знаешь вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других вот вы поститесь для ссоры и распри для того чтобы дерзкой рукой бить других вы не поститесь в это время так чтобы голос ваш был услышан на высоте я не буду говорить про коммунистов других когда в Потеряевке мы начали строить еще живем сами в палатках я сказал вот здесь на полуострове у нас построить отдельный дом приюта кому тогда только что 91 год ГКЧП потерпели сокрушительное свое поражение коммунисты август был 19 августа преображение я сказал те у которых никого нет от которых партия отвернулась народ отвернулся мы будем накаривать здесь этих старых коммунистов которые меня сажали убивали почему это люди забудем что они коммунисты они в этом нуждаются первым делом построим им гостиницу не себе а им пораженным разбитым бесцельным чтобы они как пуга в окно просто не вылетели министр внутренних дел и как кручина главный банкир чтобы тоже не был там Матфея 11-12 а дней же Иоанна Крестителя до ныне царство небесное силой берется и употребляющий усилий восхищает его я разговариваю с сектантами Павел говорит смиряя и порабощая телом скажите как порабощаете едите в прорву что хотите рот корытом спите сколько хотите пьете сколько хотите ну пьяные бывает и пьяные но редко скажите в чем вы отказываете себе женою когда хотите спите не воздержитесь ни для послания для молитвы у православных законной женою одна треть только дней разрешается и то с воздержанием я уж не говорю там о другом чем то но исполняет другое дело закон есть если бы закона не было не были виновны притча нет Матфея 7-13-14 входите тесными вратами потому что широки врата и пространен путь ведущий в погибель и многие идут ими потому что тесны врата и узок путь ведущий в жизнь и немногие находят их вот нас мало но немногие написано мы попадаем в это число или нет и поэтому радоваться множеству никогда не надо это самое обманчивое множество тем более если много там и говорят а у нас крестят чуть не каждый день по 500 человек я знаю это мир мир хлещет без изменения усилием царство небесное берется вот оно силою какую силу приложили какой был такой и остался ничего не меняется какая одежда тебе была что хотел какие фильмы смотрел все то же самое бритый как был в галстуке мессонском все осталось так же ну сами посмотрите на себя какие сектанты и посмотрите на православных батюшек разница какая то есть притча 1-24-28 это говорит премудрость София я звала и вы не послушались простирала руку мою и не было внимающего и вы отвергли все мои советы и обречения моих не приняли зато и я посмеюсь в вашей погибели порадуюсь когда придет на вас ужас когда придет на вас ужас как буря и беда как вихрь принесется на вас когда постигнет вас скорбь и теснота тогда будут звать меня и я не услышу с утра будут искать меня и не найдут меня то есть много-много-много людей не на наших ли улицах ты проповедовал не твоим ли именем изгоняли вот хвалятся там где-то у Лидяева хини-бини там собрали всех собрали служителей сатаны вам это надо? вы хотя бы однажды одну литургию простойте до конца хотя бы один раз прочтите блаженного Феофилахта толкования Андрея Кисарика Падокийского на откровение вот у меня трехтопник вышел Господь мне позволил это издать Иоанна Златоуста прочтите почитайте и сравните со своей жизнью кого вы отвергли вы отвергли премудрость Божия которая была в этих людях я знаю баптистское, адвентистское любое учение с самого возникновения я у них про Павелоскапидры знаю и я там душой я с ними но я не могу быть с ними потому что это не церковь единственная причина если бы сейчас баптисты согласились чтобы у них был свой епископат из них положено не православное ну православные не такие ну у католиков получите рукоположение ну не нравится ну Григория на армянам пойдите копам, сирийцам вот пять от которых можно получить пусть у вас не будет ни широких рукавов ничего нет за что вы нападали на православных такие и оставайтесь я бы сказал единственное что вам нужно это снимите галстуки и бороды не трожьте после рукоположения а остальное все у вас как надо чтобы вы были похожи на христиан не по стихеям мира что бреются это по стихеям мира я разговаривал как-то с пресетерами баптистскими показал журнал «Баптист» там 2010 год огромный такой журнал молодежь сидит там 20 лет 25 одна молодежь и все до единого с бородами вы посмотрите Ленин союз борьбы за расположение рабочего класса когда они сидят все Ленин дружной бабушкин там ну все сидят все до одного с бородами но это всего лишь где-то там 10 год ну и молодые видно ребята то ну малые малые и у всех до одного я говорю если бы вот в то время ваши братья баптисты с бородами и сегодня вы бы туда перенеслись экстраполируем события и людей вы бы брели бороды? нет, не брели значит что? мир бреет и вы, а Павел говорит по стихеям мира а не по Христу и их присвятил пиститтер Карл Станиславич Средецкий говорит он прав на меня а вы старые скоблите сидите там вплоть до профессоров православных в галстуке сидят кого вы убеждать пытаетесь? борода это честь мужчины это признак совершеннолетия это знак покорности Богу это желание печать войти в Иерусалим без бороды Давыд их не пускает туда в Ветхозадь и Иерусалим даже не пустили попутно говорю притча 11.14.16 распутный ищет мудрости и не находит а до разумного знания легко ну как узнать распутный или не распутный? а по знанию вот я сколько занимаюсь скажу у сектантов знания не то что не больше а вообще никакого как будто нет определенное место Христос умер за меня я спасем все и первый вопрос а ты спасет и Духа Святого имеешь? да такой вопрос никто не задает никто не может задать если я уже исповедую во имя Отца и Сына и Святого Духа а мы даже не слышали там можно спросить а ничего не знают живут по-мирски стриженные стриженные женщины стоят на кафедру лезут вы со стороны гляньте себя во свете Библии и устыдитесь на кого нападать я вот один раз сказал начальник там какой-то ну и довольны до этого иеретики что я буду два-три раза я никогда не спорю спорит тот кто ничего не знает а кто спорит он возвещает истину Христос не спорил с ним спорили Иоанн 6.40.64.70 но есть из вас некоторые неверующие как они возмутились бы как это неверующие да я же обрезанный я причащаюсь может быть сегодня сказали бы ибо Иисус от начала знал кто суть неверующие и кто предаст его и сказал для того то и говорил я вам что никто не может прийти ко мне если то не будет дано ему от отца моего с это время многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним Христос как бы свой авторитет сам разлагает тогда Иисус сказал 12 не хотите ли вы отойти Симон Петр отвечал ему господи к кому нам идти ты имеешь глаголы вечной жизни и мы уверовали и познали что ты Христос сын Бога живого Иисус отвечал ему не 12 ли вас избрал я но один из вас дьявол то есть люди которые не понимают Христа а он говорил о причастие не принимает это дьяволы самое настоящее посмотрите откройте 54 стих 8 глава 6 главу откройте 6 главу этого Матфея Евангелия от Иоанна когда он стал говорить тело мое пища кто не будет есть плоти мое не будет иметь жизни а у сектантов у них этого ничего нет у них только воспоминания таинство там не может совершаться вне церкви его нету я это говорю по любви к каждому я сегодня бы ушел из православия если бы сектантом прямо ушел бы настолько невыносимо трудиться когда меня священники добивают архиереи долг отбьют а через меня сколько людей пришло и все они ну Бог так сделал через меня и все они в православии священников там сколько их уже там но Бог дал мне этот крест это жало сатаны через священнослужителей оно дьявол их колет меня Ио 19.14 покинули меня близкие мои и знакомые мои забыли меня Иеремия 20.10 ибо я слышал толки многих угрозы вокруг заявить и говорили они и мы сделаем донос все жившие со мною в мире сторожат за мною не споткнусь ли я быть может говорят он попадется и мы одолеем его отомститься ему это у меня было на суде самое подлое самое негодное показание на меня давали священнослужители я не говорю чьи они чтобы не обидно было никому тысячу лет назад в Японии это было 2 Тимофея 4.10 ибо Димас оставил меня возлюбив в нынешний век и пошел в Фессалонику Кресткен в Галатию Тит в Далматию один лука со мною Димас возлюбил в нынешний век ну и что где этот Димас где этот век а сколько этих Димасов им конца нет Сирахов 17.1 не желай множества негодных детей и не радуйся о становях нечестивых когда они умножаются не радуйся о них если нет в них страха Господня если есть страх Господень ты никогда не пойдешь против совести в первую очередь против Слова Божия и вот какая-то сектантская маленькая там ну буквально видно что там ну даже совершеннолетия нет но она сектантка и она не будет не смотрит ни на возраст ни на знание ничего нету она начинает поносить такими словами но она там хорошенькая ну как я это могу сказать я вижу что он берет себя как бесноват и на беде хиньи никогда я не выйду а что мне выходить то я вижу он вне церкви а вне церкви к чего говорить то когда он уже подписан может душа его уже в Ваде прописана я могу работать в церкви а вне церкви это на ветер Исаия 24.13 а посреди земли между народами будет то же что бывает при обивании маслин при обивании винограда когда кончена уборка вот как мало будет это спасаемый хрящ идет Матфея 7.23 и тогда объявлю им я никогда не знал вас а дадет от меня делающий беззаконие самый страшный грех это ересь секта это дофана вероны корей числа 16 глава это хуже убийство хуже прелюбодеяние хуже всего закона это избрание своего это выйти за остану израильские и потистили с землянами вот что страшно любая секта кто бы она ни была самая хорошая сегодня вы это слышите вас трясет это тесло а кто ты такой судишь мне не надо судить я свидетельствую вам вне церкви нет спасения церковь там где рукоположенное по хератонии таинство я никого никуда не зову наша община такая что у нас запрещено к себе звать мы вообще никого не зовем вот на днях позвонила одна ну дня три назад одна к ней попала как-то книга она в доме инвалидов другого города привезли ее и она звонит вот хотела бы встретиться вам послал сестер сходите попроведуйте а теперь воскресенье может за ней уже пошлем машину пусть она один раз посмотрит у нас запрещено вербовать тянуть уговаривать запрещено потому что богатах божьих кто мы есть могу или говорить что я такой христианин чтобы люди брали пример может быть карикатура одна лишь всего только но я в церкви нахожусь не гожий но божий второе тимофеево 2.19 но твердое основание божие стоит имея печать сию познал господь своих и да отступит от неправды всякие исповедующие господа имя господа кто говорит достаточно призвать имя господне и спасется без того чтобы быть в церкви он обманщик но я верую мы собрались вместе без священства нет церкви вне церкви нет спасения главное самое ценное в православии это рукоположное пастырство соборы и толкование святых отцов вот что самое главное Лука 13.25 когда хозяин дома встанет и затворит двери тогда вы стоя вне станете стучать в дверь и говорить господи господи отвори нам но он скажет вам в ответ не знаю вас откуда вы да не будет этого с нами вне церкви все получат вот такой ответ Лука 13.27 но он скажет говорю вам не знаю вас откуда вы отойдите от меня все делатели неправды быть вне церкви с дофаном авароном и кореем а это были образы для нас чтобы не были походливы на злое 1 Тимофея 10 6 стих 11 еще раз прочитайте 10 стих Лука 18.8 сказываю вам что подаст им защиту вскоре но сын человеческий прийдя найдет не веру на земле какую веру найдет много веры их считают сегодня 21 тысяча разных вер веру в господню точно по евангелию я вот делаю доводы когда сектанты задают что то ну 10-15 мест ни на один ни разу не отвечает он сразу бросается и начинает а у вас там вот мощи мы сейчас беседуем о том иконы это идолы или нет я доказал что они не идолы он начинает тогда другое а вот у вас там попы такие с такими совершенно как будто одержимые демонами ну умеешь беседовать я привел места писания мало спасаемых мало ты откуда взял что много будет и что переполненные будут собрания и прочее откуда ты взял это ну покажи где лука 12-32 не бойся малое стадо ибо отец ваш благоволит дать вам царство это все еретики тоже говорят когда их мало но мы должны познать почему именно мало потому что трудно я поясняю разница огромная но одинаково называют иконы идолами по носу и церковь Христову это безумие второе маккавейска 2-22 вы весьма малочислены ощущали всю страну и преследовали многочисленные толпы неприятелей вот это что мы даем это малая конечно часть роликов то вы найдете в них безмерное сокровище Исаия 10-19 и остаток деревьев леса и вот так будет малочислен что дитя в состоянии будет сделав опись речь идет не о деревьях речь идет о верующих верующих будут единицы кое-кто останется во время гонения и первая параллельпоменон 16-19 а они были тогда малочислены и ничтожны и пришельцы в ней а результат какой весь мир покорился да евреев немного очень мало а избранных из них так мессианских еще меньше ничего Господь придет и умножит свое стадо почему а все которые спаслись они там это мои друзья когда мне говорят а кто вас так поддерживает ну те куда я иду так понимал Иоанн Златоус Иеремия Василий Великий и так если спасается мало то не надо стремиться чтоб было мало но дело будет так что будут отсеиваться всегда это вот результат я смотрю даже вот у нас вроде человек все понимал как лежишь завертелся куда пошел в какую-то секту свалился все знал знал и сделается как помешанный начиная разговаривать он не может даже разговаривать да ты же ходил ты же причащался ну а это единицы единицы а где в церкви никакого контроля нет оглашенной изведите не выполняется там поток я стоял в Киеве храм главный там софийский кажется ну и около двери близко стоял и считал во время службы посчитал грешный человек семьсот человек зашло и семьсот вышло я говорю почему трамвайный путь не проложили в храм на коне можно заезжать дабы никто посторонний не зашел двери двери премудрости вон оглашенные изведите ответ один ищут многолюдство приходили чтоб что-то покупали нам нужно заботиться о том угодить господу а много или мало это бог знает да я проповедую многим за мной придут другие но поливающие насаждающие ничто все бог возвращающий ему да будет слава во веки веков аминь аминь аминь